Всем привет! Ну что, нахожусь я сегодня в Феодосии. Вчера мы с вами были в Ялте. Видео набережной Ялты, как там праздновали все эти песнопения, я вам уже выложила. А сегодня я решила пройтись по Феодосии, посмотреть, что к чему. Кстати, снимала еще вчера видео канатной дороги на Эпетре, как смонтирую, тоже выложу. А сегодня иду по Феодосии, и все говорят, что Феодосию просто залила огненными огнями цветов. Все распустили цветы, она просто, говорит, пылает разноцветными красками. Пойду смотреть, что увижу, покажу. Отправляемся в наше путешествие. Давно не гуляли мы с вами по Феодосии, по любимой Феодосии. Насчет цветов. Я сейчас иду по частному сектору, по какой-то улице, даже не знаю, как она называется. И первые цветы, которые встретились на этой улице, это жасмин. Конечно, он пахнет вообще обалденно. Домой приносит жасмин, запах распространяется по всем комнатам. Жаль, что экран телефона вам не передает запах цветов. И насчет празднования. Вчера праздновали День Победы в Ялте. В этом доме, где я снимаю жасмин, развивается на ветру флаг Победы на 9 мая. Люди тоже чтят и помнят Победу. Ну что, начинаем наш огненный парад цветов. Сейчас около Казанского собора. Там служба началась. А мы с вами здесь снимаем цветочки. Гляньте, вся аллея покрывается яркими разноцветными цветами. Еще не все расцвели, но гляньте, какие красавцы будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завернула я на бульварную нашу горку. Подошла к нашему замку чая. Гляньте, какой чайничек стоит на бульварной горке, который возвышается над акваторией Феодосийского залива. Очень интересное кафе. Я все думаю зайти все-таки в него как-нибудь посидеть, попить чая. Там будет интересно попить чай. Веранде, которая находится на территории кафе, посмотрите, она закрыта и от дождя, и от ветра, в принципе. И также я все-таки, может быть, попробую попасть на второй этаж. Интересно, пускают туда или нет? Ой, шишки. Шишек куча. Пускают ли туда или нет? Посмотрите, там есть окошки, и на втором этаже, в принципе, можно поставить столик. Ну, посмотрим, ждем открытия. Вдалеке виднеется такой вагончик, карета. Как, кстати, примерно на набережной в Ялте стоят. Вон они. Я так думаю, там какие-то напитки, сувениры продают, я не знаю. Символические велосипедики. Замок чая. Феодосия. Даже организовывают детские праздники. Все включено. И арт-тусовки. Кстати говоря, очень интересный вариант. Котофей охраняет эту территорию. И также есть такая качелька. Интересно на ней покататься. Ну, ждем открытия. Ну, что, стремилась я выйти в центральному парку, нашему светомузыкальному фонтану светомузыкальному. Ну, вышла я к нему, а он еще не работает. Его не запустили в действие. Так что подхожу я к фонтану влюбленных. Он уже работает. Уже водичка из рая тут всевозможными струйками. Вот такой замечательный фонтан на спуске к набережной. У нас установлен в Феодосии. Он уже работает. Посмотрите. Это фонтан влюбленный. На перекрестке с исполкомовской аллеи и набережной. Очень интересное, замечательное место. Мы прогуляемся по исполкомовской аллеи. Там, кстати, начинают уже тоже ввести розочки. У нас же пора цвету. Идем по исполкомовской аллеи. Посмотрите, здесь установлено скамья поцелуев. А там, если с той стороны идти, начались скамья примирения. Идешь, примиряешься на той скамье, а на этой целуешься. Как-то так. Ну, это так, отступление насчет цветов. Гляньте, тут такие бледно-фиолетовые розочки спрятались в кустиках. Начинает расцветать. Гляньте, это действительно большие такие, крупные розы. Сейчас подойдем поближе. Тут ее повиднее. Уже начинает распускаться. Но мы еще рановато пришли. В том году мы опоздали. В этом году рано. Ну, еще, думаю, успеем застать цветущую аллею. Посмотрите, какие красавицы. Здесь уже розочки всевозможные разных цветов. Оранжевые, розовые, алые, бордовые. Мой телефон бордовый цвет не очень передает. Ну, запах. Запах очень и очень сильный. От них идет аромат обалденный. Подошли мы еще с вами к одной клумбе. Тут вот такие кое-разноперсти цветов. И желтые, фиолетовые, белые, красные, розовые. Просто красотища. Клумбочка одна из красивых сейчас в Феодосии, в принципе. Получается так. Розы, я смотрю, только во дворах у людей. Ну, в пятиэтажках, на газончиках, которые ухожены. Там они более пораспустились. А по городу еще только-только начинают распускаться. А я сделала акцент на набережную, а не ходить по дворам. Ну, ходить по дворам это еще такое занятие. Ну, мы и тут, посмотрите, какую красоту с вами нашли. Что за цветы, не знаю. Но они выглядят очень и очень здоровски. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Начинали мы с вами днем, а заканчиваем ночью. Ночью. Ночью цветы красивые по себе. И просто такие насыщенные краски. Мистические. Добавляем. Ночью. Добавляем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Все наше небольшое путешествие по Феодосии подошло к концу. Мы посмотрели с вами действительно цветущие цветы, всевозможные, но в основном розы. Посмотрели море в лучах заката, которое солнце садится у нас за горой, а освещают просто лучиками. Погуляли по городу, подышали воздухом и довольны возвращаемся домой. Мы побывали даже на бульварной горке по чайникам, посмотрели маки, погуляли по незнакомым улицам. Короче, план выполнили на полную с вами. И то, что город действительно горит огнями разных цветов, это да, цветы начинают распускаться. Еще не жарко, они еще сочные, цвет яркий, так что можно ходить и любоваться. Всем пока-пока, до новых встреч!